Монтируют баннеры для сцены, помогают в уборке снега, подготавливают территорию для проведения мероприятий. Временная занятость подростков, свободная от учебы время, на радость и работодателям, и юным сотрудникам. С одной стороны, свежий взгляд, с другой, опыт и наставничество. Я подал заявку на Дом молодежной культуры, мне сказали позвонят. Мне позвонили, я уже второй год так работать пошел. Я и где парк работал, где ДК, и где стадион. В общем, нравится работать? Да, нравится. А на что планируешь зарплату потратить? Не знаю, думаю, купить или, может, на 8 марта родителям что-нибудь купить, поздравить маму. Нас строила дома, это такая жилезодорожная. Здесь мы делаем куклы на мастерницу, вообще помогаем. Так как 16 лет, я работаю 3 часа, да, после школы, там уроки заканчиваются, мы идем сюда. Ну, как-то выработала, что вот работа, ровно в 3 нужно быть здесь, как-то стремишься, там не опаздываешь. Ну, эта работа очень понравилась. 10 подростков трудоустроены в ДК «Железнодорожник» благодаря слаженной работе Центра занятости населения «Октябрьска» и Дома молодежных организаций. Две недели они будут работать ассистентами культмассовых работников, а также специалистами по работе с молодежью. В Дома молодежных организаций нашего города выступает работодателем. Мы заключаем с ними социальный договор. Дети работают у нас в зависимости от возраста, от 2,5 до 4 часов в день. Помимо заработной платы от работодателя, подростки получат материальную поддержку по линии службы занятости. С прошлого года по поручению главы региона Дмитрия Азарова вдвое увеличен объем средств, заложенных на трудоустройство несовершеннолетних, свободное от учебы время по линии государственной программы «Содействие занятости населения Самарской области» на 2019-2023 годы. Вообще полезно, мне кажется, для детей, даже в качестве профориентационной работы, поработать именно в несовершеннолетнем возрасте, чтобы понять, что они хотят и дальше, может, в будущем определиться с выбором своей профессии. Но вообще, прежде чем они устраиваются к нам на работу, мы с ними беседуем, определяем их приоритетное направление, что они любят делать, что они могут делать и что они хотят делать. В 2020 году численность подростков, которым будет оказана материальная помощь по линии службы занятости, составит 11 632 человека.